Привет! Я Андрей Бодро. Снова четверг, а это значит, что вы снова смотрите отборное кино. Немного киношных сплетен, как всегда, для начала. Ребенок Розмари снова увидит свет. Теперь уже на телеэкране. Американский канал NBC приобрел права на экранизацию и планирует сделать мини-сериал из хоррор-романа Айры Левина. Книга «Ребенок Розмари» впервые была опубликована в 1967-м, а уже год спустя экранизирована романом Полански. Его фильм по сей день по праву считается образцом жанра – эталонным мистическим триллером. Мини-сериал будет состоять из четырех частей, или, если хотите, серий. И за режиссуру его возьмется полька Агнишка Холланд, мастер авторского кино, постановщик полного затмения и убийц священника. По странному совпадению, обе экранизации «Ребенка Розмари» достались режиссерам польского происхождения – Холланд и Полански. Действие истории о женщине, вынужденной бороться с сектой соседей-сатанистов, будет теперь перенесено из Нью-Йорка в Париж. Съемки начнутся во Франции уже в январе. Короткометражный фильм российского режиссера Константина Фама «Туфельки», посвященный памяти жертв Холокоста, победил в шести номинациях на 11-м международном кинофестивале в Монако. Картина завоевала звание лучшего короткометражного фильма и удостоилась наград в следующих номинациях – лучший режиссер, лучший продюсер, лучшая операторская работа, лучшая оригинальная музыка. Также создателям картины была вручена специальная награда за вклад в сохранение мира – Angel Place Award. Фильм «Фама», снятый в прошлом году, рассказывает историю пары женских туфель – от витрины магазина до братской могилы в Освенцине. Картина «Туфельки» стала первой новеллой киноальмонаха «Фама. Свидетели». Всего в альманах должны войти три короткометражки, объединенные общей задачей – показать историю Холокоста через истории пары обуви, щенка и скрипки. Анимационный суперпроект «Сказки висячей головы» наконец сдвинулся с мертвой точки. Будучи объявленным еще весной 2012 года, до сих пор о нем ничего не было слышно. И вот спустя почти два года проект наконец запущен. Скоро начнутся съемки. Напомню, «Сказки висячей головы» – это своеобразный мультипликационный киноальмонах, в основу которого лягут народные легенды и сказания. Новелл будет как минимум пять, судя по количеству заявленных режиссеров, которые, к слову сказать, и делают этот проект суперпроектом. Ведь над «Альманахом» работает потрясающий интернациональный коллектив, своеобразная сборная мировых звезд. Тут и мексиканец Альфонсо Куарон, совсем недавно потрясший мир своей гравитацией, и американка Сара Драйвер, ранее работавшая с Джимом Джармошем над картиной «Сломанные цветы». Эмир Кустурица, балканский режиссер, которого, думаю, представлять вообще не надо. Также в проекте замечена иранская постановщица Маржан Сатропи, на счету которой социально-анимационный фильм «Персиполис», в одной части сделавший ее имя в мире серьезной мультипликации. И, наконец, знаменитый французский выдумщик, в прошлом один из самых популярных в мире клипмейкеров, но вот уже лет десять, как взрывающий фестиваль и вполне полнометражного кино, Мишель Гандри, который, кстати, и будет героем нашей сегодняшней программы. Мишель Гандри. Еще лет десять назад это имя было хорошо известно только музыкантам да рекламщикам. Ведь именно с его помощью взлетели, взорвали MTV и прочие музыкальные каналы, такие суперзвезды, как Бьорк. Дафт-панк. Радио Хэт, Кемикал Бразерс, Уайт Страйпс, Массив Атак, Бек, Фу Файтерс. Именно благодаря его стараниям рекламный ролик «Джинс Левайс» красуется в книге рекордов Гиннеса, как клип, собравший самое большое число наград в истории этого жанра. Перечислять заслуги Мишеля Гандри в рекламе можно бесконечно. Это и знаменитая рекламная компания «Неспрессо» с Джорджем Клуни, и та дико популярная, чуть ли не культовая, в конце 90-х, реклама «Водпись Мирнов». Да что там вспоминать? Десятки, если не сотни рекламных и музыкальных клипов, на фоне которых мы все это время взрослели, учились, влюблялись, даже не зная их автора. Клипмейкером Гандри стал случайно. С раннего детства его окружала музыка. Кстати, его дед Констант Мартен в 43-м изобрел один из первых синтезаторов. Юный Мишель также мечтал стать музыкантом или изобретателем. Основал со школьными друзьями поп-рок-группу «Ви-Ви», в которой не бесталанно играл на барабанах. Группа развалилась уже к началу 90-х, скажем честно, не оставив заметного следа в поп-культуре. Однако сослужив для Мишеля крайне важную службу. Именно тогда, сняв для своей группы ряд откровенно любительских клипов, Гандри, во-первых, четко понял, для чего появился на свет, а во-вторых, во-вторых, все окружающие очень быстро осознали то же самое. Эти клипы скоро заметили, и Мишель тут же заработал славу молодого, но необычайно талантливого клипмейкера. Где-то здесь на него обратил внимание тогда еще тоже молодая певица Бьорк. Именно он снял ее первый клип и свой первый шедевр «Human Behaviour». Потом Гандри еще много, не меньше полудюжиный раз снимет для исландской суперзвезды, они до сих пор продолжают плодотворно сотрудничать. В общем, тут же к нему выстроилась целая очередь, при том не только молодежь, но и признанные мэтры. Все, начиная от Кайли Минок и заканчивая Rolling Stones, хотели работать с режиссером, который обладал не только очевидным талантом, но и смелым новаторским подходом. Про Гандри как экспериментатора можно тоже долго говорить. Не стану вдаваться сильно в эту тему, отмечу разве только тот факт, что именно он одним из первых стал активно применять технику замедленных съемок bullet time, скорость пули, ставший знаменитой после фильма «Матрица». Ну да, это все клипы, увлекся я. Надо бы хоть немного поговорить о Мишеле Гандри как кинорежиссере. Он далеко не единственный такой, кого большой кинематограф вынесло из индустрии телевизионной рекламы и музыкальных видео. К примеру, Дэвид Финчер и Спайк Джонс, ныне знаменитейшие режиссеры, в прошлом также занимались в основном клипмейкерством. Кинематографический дебют Гандри состоялся в 2001 году с выходом на экраны картины «Звериная натура». Лента получила противоречивые оценки критики. Однако уже второй его фильм «Вечное сияние чистого разума», созданный, как и предыдущая лента, в сотрудничестве со сценаристом Чарли Кауфманом, удостоился массы восторженных отзывов. Главные роли в картине сыграли звезды Голливуда Джим Керри и Кейт Уинслет. В «Вечном сиянии» используются многие техники манипулирования изображением, с которыми режиссер экспериментировал в прошлом, снимая свои музыкальные видео. За сценарий этого фильма Гандри вместе с Кауфманом получил в 2005 году премию «Оскар». Картина завоевала также премию «Сатурн», как лучшая фантастическая кинолента года. Вошла в первую сотню списка лучших фильмов всех времен и народов на популярнейшем киноресурсе IMDb. И в отличие от многих однодневок, попадающих в него временно, на волне сиюминутного успеха, так там и располагается последние 9 лет. Думаю, практически каждый из вас видел это кино. Оно до сих пор расстается самой громкой и известной работой режиссера. Но смотреть сегодня мы будем не эту ленту, а следующую постановку Мишели Гандри, которая называется «Наука сна». На мой взгляд, в вечном сиянии интересную режиссуру Гандри все-таки заслоняет, как бы подчиняет себе сюжет одного из сильнейших оригинальных нью-йоркских сценаристов Чарли Кауфмана, ранее уже блеснувшего такими шедеврами, как адаптация и быть Джоном Малковичем. В общем, вечное сияние больше подошло бы для программы о Кауфмане, чем о Гандри. Но так или иначе, знаменитый драматург после этой картины уже больше ни для кого не писал, сам подался в режиссуру, а наш герой, за исключением двух экранизаций, которые он снял недавно, одна из них, кстати, это культовый роман Бориса Виана «Пиано дней», в дальнейшем сюжеты для своих фильмов уже выдумывал сам. Так что довольно закономерно, что именно в «Науке сна» первой полностью самостоятельной работе наиболее полно нашли отражение излюбленной идеи и техники Мишеля Гандри. Премьера фильма состоялась на знаменитом фестивале авторского кино «Санденс», где картина была очень тепло встречена как критиками, так и зрителями. Одни получили изысканное авторское кино, вторые – обаятельную веселую мелодраму. Сочное, яркое, живое повествование о любви, о мечтах. Если в предыдущих картинах Гандри играл с памятью, то в этой картине о неуклюжих романтических отношениях двух молодых творческих людей – Стефана и Стефани в исполнении Гаэля, Гарсия, Бернали и Шарлотты Генсбург – удивительным образом перемешаны сны и реальность. Именно поэтому пересказать сюжет или даже только его завязку будет довольно затруднительно. И именно поэтому я пока умолкну. А к прерывному разговору вернусь, когда уже и вы увидите эти чудные картонные миры Мишеля Гандри.